Ну мы со Златой идем в клинику. Снимаем скрыто. Здравствуйте. Олег, привет. Мы на прививку, да? Это кажется, конечно. Первый раз машина? Второй, наверное. Первая. Нам чуть больше двух месяцев. Что лучше? Ну переносят легче импорт, но меньше бывают вот эти вот реакции. На прививок. Давайте на прививок. А сейчас... Внести, наверное, вне? Нет, можно. Нет, только безбешенство. Повторное безбешенство. Да, там с трех месяцев. Владуль, ты сколько у меня весишь? Ну-ка, на весах. Так. Вы не много кушать. 3,900. Почти 4 килограмма. Это нормально? Для двух месяцев? А, нас лапу спустила. Сейчас. Вот. Стои вот так. 6. 6 килограмм. Ну ты жила ему, помнишь? Все, встала, заберла. Ну вот она вот похожа очень на нее, копия. Я себе оставил. А, себе? Угу. На лайме что, восьмой год пошел. Влад, ты что остановилась-то? С весов сходи. Э! Жоп! Давай посмотрим, сколько у тебя зад весит. У тебя прописка поможается, да? Да. На российской? Злато? Злато, да. И в паспорте Злато. В паспорте Злато. Везде Злато. Давай честь на паспорт. Паспорт. Она белая или палец? Белая. По паспорту белая. А вот тут держись. Неспокойно. Молодец. 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 Что дальше? Второе ноября 2017. Все? Злато. Клеймо? Клеймо? Клеймо нет. Ну я не надевал ей. Как бы клеммо-то есть и погулять. И паспорт полет? Да, паспорт, да. Как же без паспорта? Вдруг замуж захочется. Как отчество? Юрьевна. Что, отчество мое? Мое двое. Валерий Ильич. Ты что там делаешь? Маленький еще игнорирует меня, с большими бегает, переносится. И златы златами меня ходу-в-ходу. Сейчас ловил ее. Подогонялочки играем иногда. Поймай меня. Ну давай вокруг стогов носиться за ним. Да? Да? Злату. Уж раздвинулась. Все. Все тебе вкололи. Ну она сейчас там по двери, да, будет? Ну с мамкой она. Не, они у меня все глистогон, я их всех глистовал. Ее глисту и эти глистуем. Ну потому что я три дня сейчас мыть нельзя. Душу-то мыть, я теперь только лето мыться было. Просто помните, Соболь в квартире уже пошел какое-то время? Соболь и это Илайм. Они все маленькие. Я беру ее в квартиру иногда. Сейчас я ее тоже повезу на квартиру. Прививка на улицу, ничего, нормально? Да. Ну она что-то уличная, она что-то не домашняя. Так вот ее погладь, вот такая плюшевая вообще. Я не знаю, как это. Золотой. Что-то стало как все в твоих ногах. Золотой. Золотой. Отвлекаешься. Ее видишь, ты тут прикусил ее? Папа, мне может неделю назад, не как вот левая щека чуть-чуть припуше. Да, вот ее и Лайму видать. Вот посмотри чуть-чуть вот правую щеку. Гематомка есть у нее. Было больше, прям опухшие из-за мяса они. Видать, она ее в пасть прям взяла. Она бегает шустрый, конечно, дерется еще. Может что, мы там десначу? Не, не может быть. Бедная вся в репейнике. Смотри. Ну да, я что-то смотрел, смотрел, я ничего не увидел. Что ты испугалась? Ты думаешь, опять уколы? Ммм, пей укол. Может грызла кость что-нибудь там попало, осталось? Открытие пасть. Умм. Может просто, я думаю, гематом, потому что, наверное, укусила, да? Прихватила. Да, это на мягких тканях, это не с ротовой полостью. Это просто... Вот здесь где-то по кости, наверное, да? Да, кожа, вот подкожная клетчатка, вот оттуда отек этот. Пойдёт самому. Свободно. Она даже когда сильно была пухшая, всё равно носится, грызёт всё это. Ну, видать, просто прикусила на её. Да, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. Значит, следующая прививочка с 31 января по 7 февраля. Там будет закрепление вирусных инфекций против бешенства. А какого лучше приехать? В принципе, без разницы. Считаю, что даже если 31-го её привить, ну, карантин месяц по бешенству, и уже влез можно там. Да? Смотри, когда ты планируешь её. Ну, я хочу до конца февраля успеть её вывозить уже. В конце. Месяц, да, карантин? Да, там по бешенству, ну, если там куда-то влезть, да, вот эти вот. Но она всё равно под ногами будет бегать, что она маленькая. Ну, просто если справки какие-то там для охоты... Не-не-не, просто погулять же сможешь с ней. Да. Там же никого она не будет. Но и так лосё уже грызло уже несколько раз. Ну, она что-то не живёт. Ну, живот ещё рановато. Мне кажется, лосё засосёт. Один сдохом. Ну, так-то они шкуру там это... Ух, как она дурили. Семь штук относятся с этой... Такие все волчата. Слушай, хотел спросить. Нулик-то живой? Или пропал? Он у нас пропал. То всё я увидел как-то на сто восьмом, когда... Года два он пропал. Как начали эти отлобы. Служные отлобы. В той весне. Да, нет, не год назад. Год только будет. Угу. То вижу, пролетел к пятёрочке. Угу. 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 Всё, нет. Больше ничего толдить не надо, я так понял, да? Угу. Угу. А ты почем, кстати, ченков продаёшь? Это кто-то заходили, спрашивали. У тебя есть ли там, ну, без документов изо всего, говорит, не больше пяти тысяч, или у тебя дороже будут они? Ну, у меня же там все документы, и это ордословно. Ну, ты сразу изначально делаешь, да? Ну, не скажешь, я же беру свою линию. Таких у тебя не будет ещё. Не, ну, я могу найти, может, у кого-то лайчку, ну, вообще подешевле, ну, как бы, даже за пятёрку, там, может, кто-то просто покидается, неплановая вязка, а что-то ещё. Угу. 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 Так, 8. Там, ладно тебе лучше вот так. Там, да, один. Угу. О-га. Угу. Так будет проще. Верхний твой тоже. Себя оставишь. Алис, напиши мне свой начинку, у меня какая-нибудь что-нибудь случится, неплановая. Тебе тоже МТС, да? Хорошо. Кукушка, а то я на бобра собираюсь, мало ли что, мало ли что попадут подо что-нибудь. Э! Оставайся сторожить. Юра бешеный паспорт. На бивак, на бивак. Тысяча десять. Тысяча десять. Я где-то в метро стоял, где-то были с тюнчкой. В метро? Да, я обычно подрабатываю возле метро с собаками. Я играю, они поют. Ой, вообще обалденно. Ножить хватает, да? Понятно. Да, я могу взять всех и будем хором пить. Ты остаешь? Точно остаётся. Ты её напугал. В течение одного-двух дней перебаривания на прививку. Может быть ялость, потому что они температура, а отказ от еды. В принципе, изучение не требует, но не существует. Ну, удобно. Люди, так скажи. Люди, да? Первый раз они что-то видят, что-то это. А ещё папка, наверное, не гладит или не болит? Вот только вчера немножко погладила. Сейчас был второй день гладить. Сейчас квартиру, а ей деваться там некуда, поэтому изловить её там проще. Ну, только под диван есть. Ну, пусть собираем, что-то. Жарко, наверное, ей там. Не, вроде лежал, я окно открываю. А-а-а. Прохладно. Латуфь, копия мамы. Лайма была. Может, ей цепроведки капнули пока? Не у вас не надо? Нет, там и воспаления нет. Там просто срезится из-за отёка. Ну да. Здесь, скорее всего, может быть, даже удар пришёлся по слёзной железе. Вот сюда, вот сюда. А сейчас отёк просто сюда ниже чуть спал. Потому что у неё тут нет никакой красноты, даже ни воспалений, и заделения прозрачные не знаю. Ну, можно сейчас ещё копать. Жлатуль, поехали, блин. Нет? Зашибись. Я сейчас остальных тогда привезу. Вот же эту завяжу. Жлатуль, пойдём. Ой. Нет, 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 нет. Меня хотят, кто придёт? Что ты, за меня нажать не надо? Что? Ванна, спасибо. Всё, до свидания. Ждите нас 31-го. Да. так что я вы уж извините за такую съемку снимал скрытой камерой чтобы не стеснять врачей на телефон если прыгала так что запчасти злату иди ложись иди 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 не бойся все как мама вкопаны где так что как то вот так карантин час 21 день сначала месяц потаскаю уже в лес феврале так что так вот ну съемка вот такая вот была уж извиняюсь у телефон так так прыгал я старался как лучше ну как вам еще показать что мы я зла там в клинике в открытую не могу снимать и как-то самому даже не удобно всем спасибо все